Этот праздник не отмечается в календарях, хотя и является достаточно популярным. У большинства людей при виде тельняшки возникают ассоциации с военным ремеслом. И не зря первыми, кто стал носить нательные полосатые рубахи, это моряки, причем еще во времена парусного флота. Вероятно, контрастные полосы позволяли разглядеть матросов в сумерках, на фоне парусов и даже в непогоду. Чаще всего тельняшка – отличительный атрибут военных, служивших в ВДВ или ГРУ. Сергей Ветышкин посвятил не один год своей жизни военному ремеслу. Мужчина с гордостью вспоминает, как пошел добровольцем на фронт, когда стране понадобились бойцы. Сначала служил в разведывательных мотострелковых подразделениях. Постепенно зарекомендовал себя как профессионал в военном деле. Тогда ему и поступило предложение о службе в более серьезных структурах – в войсках специального назначения. Мужчина участвовал в спецоперации на Северном Кавказе, где получил два тяжелых ранения и признание. Сергея наградили орденом мужества за выполнение поставленной задачи. Когда мы уже себя зарекомендовали, нас уже пригласили служить в более высокие структуры войска специального назначения. Здесь уже нам удалось реализовать себя в полной мере, в полном объеме. Было тяжело. Половина моих товарищей, с кем я пришел, к сожалению, погибли на той войне. Ну, я остался, война закончилась, и теперь я занимаюсь воспитанием детей. Через несколько лет после завершения службы к Сергею стали обращаться родители с просьбой позаниматься с их детьми и рассказать о военном опыте. Тогда и было принято решение о создании военно-спортивной секции – отряд «Берет». Чуть позже, как и полагается военно-спортивной организации, «Берет» вступил в ряды юно-армейского движения. А это что у вас? Прямо тут. Это мужество. А вот это? Это несадники. Это за юно-армию. Это за юно-армию. А вот это вот самое большое. Это часть боевых действий. Обучаться военному мастерству приходят ребята от 5 до 17 лет. Сергей Ветышкин разработал специальную программу. Ребята активно проводят досуг в любое время года. Участвуют в соревнованиях и походах. Воспитанники Сергея не боятся ни грязи, ни пыли, ни высоты. Ребята молодцы, отмечает тренер. К примеру, Арсений Саркисян ходит в секции уже 4 года. В этот раз он был первым, кто прошел по веревочному городку и спустился по канату к финишу. Ну, когда именно начинаешь слетать, тогда страшнее всего. Тебе нравится высота? Да. Станислав Ефремов занимается чуть дольше. За это время он успел поучаствовать в большом количестве соревнований и походов. Говорит, что больше всего ему нравятся динамичные занятия. Поэтому он с удовольствием занимается бегом и акробатикой. Проходили соревнования по метанию ножей, по сборке, разборке автоматов. Кто больше всего нравится? Динамичность и коллектив. А вот Миша Королев – один из самых юных воспитанников. Несмотря на свой возраст, он уже многое умеет и с удовольствием рассказывает о том, как Сергей Александрович учил его военному делу. Когда я пришел в юнор, меня сначала Сергей Александрович учил бегать, а потом разбирать автоматы и пистолеты. Потом я стал уметь разбирать пистолеты, а автомата еще нет. Сергей Ветышкин утверждает, большинство детей приходят в его секцию именно по зову сердца и по примеру своего наставника строят военную карьеру. На несколько полосатых тельняшек, шутя, говорит Сергей, становится больше. И это радует, ведь каждый из них – будущий защитник Родины. Александра Гусева, Максим Гусев, События. Родины. Спасибо.